Премьеру задержали на 20 минут. Режиссер застрял в пробке. Но зрители не скучали. Еще до показа Матильда успела обрасти слухами и скандалами. Против картины выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Зрителям Владивостока сделали уникальный подарок – возможность первыми увидеть историю любви последнего российского царя и легендарной балерины императорских театров в полной авторской версии и без купюр. Однако, как подчеркивает сам режиссер, показ этот не премьерный, тестовый. Одновременно с Владивостоком Матильду увидели Москва и Санкт-Петербург. Это такие пробные показы на зрителя, чтобы мы посмотрели реакцию, как воспринимают, может быть, что-то сделали для рекламной кампании. В этом смысле вот такие спецпоказы. Во Владивостоке показ состоялся в одном из кинотеатров, одновременно сразу в четырех залах. Перед началом фильма режиссер побывал в каждом, чтобы выразить благодарность зрителям. К слову, билеты на Матильду были выкуплены задолго до показов и свободных мест в залах не было. Зрители не смутили даже усиленные меры безопасности, которые администрация кинотеатра была вынуждена принять из-за ажиотажа вокруг уже легендарного фильма. Сегодня здесь с нами работает помимо всего состава работника кинокомплекса, также повышенное количество сотрудников нашей службы охраны, также с нами вместе работают сотрудники полиции и других органов безопасности, в том числе федеральных нашей страны. На входе в зал у зрителей проверяли сумки, а также попросили убрать фото и видеоаппаратуру и не снимать на мобильные телефоны. Я ранее о фильме не слышала, не интересовалась. Буквально о фильме узнала, наверное, скорее всего, недавно из интернета. Приглашение, так сказать, по сайту «Иллюзиона». Заглянула, естественно, в интернет, посмотрела много очень дискуссий по поводу этого фильма. Матильда – фильм не только о любви. Режиссера интересовала личность последнего русского царя. Не как самодержца, а простого человека, который пожертвовал своей любовью ради страны. Я вижу действительно переполненные залы, какие-то очень хорошие лица. И я вот уже сказал, что теперь у меня желание проводить все премьеры во Владивостоке. Остальные зрители смогут посмотреть Матильду только через две недели. В широкий прокат картина выходит 25 октября. Анастасия Крикун, Светлана Садовая, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.